Для чего люди понастроили культовые сооружения? Храмы, соборы, мечети и т.п. Т.п. тоже настроили, да. Т.п. тоже много настроили, кстати. Ведь храм – это божество состояния души. Ну, я бы не стал, мои золотые, я не спорю с автором этой записки, но я бы не стал кислой и пресной водной кучей мешать. Я бы не стал мешать. Я бы не стал. Вот, например, мы же все с вами знаем, что главное в человеке – это душевное устроение. С лица воды не пьют. Но вот важно, чтобы душа была очень хорошая. Характер, поведение. Но давайте-ка, положив руку, Настю, скажем, много ли из нас готовы жить с уродом, но добрым по жизни? Вот красивый юноша тебя засватывает. Горбатенькая, ну тепеня такой, плюгавенький, страшненький, никакой беззубый. Готова ты сейчас за нее замуж? Миллиардер. А? Есть и миллиардер. Есть и миллиардер. Да, значит, тоже такой есть. Но, знаете, не все. Не все. Вот я вам скажу, когда в записочках пишут о внешних качествах, первую очередь, говорит, высокий, чтобы был. Потом брунет. Пробогас тоже, но не в первых ряду. И тем не менее, мои дорогие, все-таки для нас порой внешне имеет значение. Имеет значение. Вот вы все по-разному одеты, так ведь? Так. А для чего одеваемся вообще-то? Ну, чтобы тепло. Сейчас осень тепло было. Ну, и накинули себе какую-то рогожку-то. Не знаю, что бы. Замотались чем-ничем. Нет ведь. И женщина, и мужчина, чтобы прилично смотреться как-то. Покрасившись. Внешне для нас имеет значение? Ну, плохо или хорошо, но имеет значение. Поэтому человек – это не только душа. Это неправда. Если я заботюсь о душе, то я о себе не заботюсь. Заботюсь о части себя, о душе. А человек – это и тело, и ум, и чувства, и душа, конечно, обязательно. Поэтому нужно все для человека. Я не хочу быть счастливым только душевно. Мне хочется быть физически счастливым. И ум мой был счастлив. И чувства мои были бы умиротворения. Поэтому важно и внешнее, и внутреннее. И храмы нужны внешние, и внутреннее душевное настроение. Как храм тоже нужно. Кстати, если говорить, у нас в русской православной церкви сейчас и в духовенстве, и мирянах много что перевернуто. Вообще мы входим в храм православного для чего? Чтобы соединиться с Господом и Господа с собой вынести из храма. То есть, другими словами, то же самое. Чтобы храм вот этот, находясь в нем, образом жизни весь мир превратить в один храм Божий. Поэтому для нас храмы нужны, как плацдарм для дальнейшего наступления духовного. Чтобы весь мир превратить в храм Божий. И свою душу, конечно, тоже. Мы эти вещи не различаем. Для нас это одно и то же. Почему так мало свидетельств помощи через молитвы по соглашению? Ведь молитвы, как вы говорите, миллионы. Я не согласен с этим. Свидетельств очень много. Вот у нас есть интернет-ресурс, называемый сайт «Мой духовный маяк». Там почти каждый день шлют люди свидетельства. Почти каждый день. Я знаю, секретари помещают не все свидетельства. Потому что не все хорошие писатели. Иногда пишут очень нечетко, а переделать, значит, уже не их слова будет. И просто опускают эти вещи. А свидетельств очень много. Скажу и другой момент. Среди тех, кто духовно опытно живет, давно поняли. Иногда бывает вот как. Рассказал о чуде милости Божьем, и Господь этот дар отнял. Люди теряют. Говорят, теряют. Это знают, боятся этого. Почему так бывает? Так всегда. Нет, так не всегда. Когда бывает? И бывает тогда, когда человек рассказывает о чем-то, хвалится. Хвалит себя, а не Бога. Так говорят. Вот я молился, я очень твердый, поэтому... Все. Вот поэтому Господь это не... А если только говорить так, Господь совершил силу свою. Я молитвник так себе, и сбоку бантик. Позорище. Пример того, как кем нельзя быть. А Господь на диву такой совершил. Вот тут вряд ли пропадет. Тут Господь это приумножит даже и добавит. Поэтому... А многие вот так вот по верхнему, по верхушкам. Кабы не похвалиться, кабы не говорят. А потом еще не все писатели. Вот я, видите, сколько я вас мучаю, проповедь говорю, времени. А попробуйте, надо оставить писать. Только научился черточкой писать. Я не комедничаю. Я говорю правду. Я пробовал писать, у меня не получается. Ну, нет, от Бога у меня это удара. Так и не надо. Не у всех все есть. И я тогда сказал людям, кто меня просил, напишите вы. И люди стали писать. Первая книга называется «Батюшкин уроки». Мне приписывают. И я ее никогда не написал. Больше того, когда человек, кто написал, говорит, вот больших слов, я вам написал книгу, женщина. Я прочитал и сказал, я этого никогда не говорил. Вы знаете, какая талантливая женщина? Как большинство женщин. Талантливая. Она в мои слова одела свои мысли. Это такой талант потрясающий. Особенно, знаете, что порадовало? Когда люди к ним читают, говорят, «Батюшка, как глубоко вы видите». Я говорю, это не ко мне. Я дам адрес кому отзывы писать. Говорит, нет, все равно будет у вас. Я уж теперь молчу. Ладно. Дурак, за улов схожу. Помогла она мне. Другие по-другому пишут. В этой книге, которая, мои слова и продаются в церкви, сейчас реализуются, и рассылаются через интернет, и так далее. Сейчас в Москве уже гриф получили, сейчас по монстрям, по храмам пошли. Там люди пишут, под воздействием проповеди, да, на бумагу кладя вот то, что здесь снимается. Но сокращение, дополнение свое делают. И это как Евангелие. Не от Иисуса Христа, а от Матфея, от Марка, от Луки. Ну, пишут, а мне нет этого дара. Ну, нет и нет, все. Я не пишу. Вот поэтому я и отзывы не пишу тоже. Не у всех же дар писательский, не у всех. Поэтому, на самом деле, даже то, что пишут каждый день, вот на духовном маяке, это малая часть того, что совершается в реальности. Малая часть. Слишком много. А я еще, видите, еще хочу сказать, добавить. Порой люди не понимают. Духовного опыта нет. И результаты молитвы видят тот результат, который они себе придумали, какой должен быть. А Господь совсем не обязательно так будет действовать. Он делает не что мы хотим, а что нам на пользу. Вот еще раз повторюсь. Про тех мужу, помните, 6 лет молились и бросили молиться. Плюс 2 года, когда он осознал, что молился мало. А она так не думала. Она думала по-другому. Собственно, пришло осознание. Вот, мои золотые. Поэтому понимание, знание, люди ждут в этом милости Божьей, вот в чем. А Господь уже творит. Только они не видят этого, не понимают еще. Надо время, чтобы понять. И так тоже бывает. Вот это причина. А фактов слишком много, слишком. Я вам скажу вот чего. Вот вы знаете, я о себя скажу. Недавно был в Москве. Проходили через Красную площадь. Я считал, 7 человек остановило меня. Я в простые будничные дни. 7 человек остановило меня. 7. Зашел в храм молиться на Всеночный, в Сретенский монастырь. Я считал, около 35 человек подошло. На другой день, на Успене, был в Кремлевском Успенском соборе, более 50 подошло человек. Я никого не искал. Я прятался. Я в уголке стоял, что никто не видел. Подходили и говорили. Мы молимся, вот что Господь совершил с нами. Когда первые, кто были на Красной площадке, самый первый, я их запомнил. Все не запомнили. Около ста человек, я не могу запомнить всех. Первые подошли. Они говорят, ой, батюшка, мы вас знаем. Ну, я отшутист. Говорит, теперь я вас знаю. И хотел бежать. Говорит, стоп. Побалзе. Он говорит, батюшка был в своей жену. Только был в своей, правильно. Я руку поднял, говорит, пониже. Почему? А она стоит с животчиком за ним. Говорит, батюшка, у меня было детей. Стали молиться. Смотри. Она уже беременна. Мы думаем, это знак от Бога. Расти я встретил здесь. Говорит, только не напугать мне ребенка своей, харит. Ну, так вот, мои дорогие. Вот, приехал в Москву. Около ста человек. И первое с чего, вот, с животчиком на Красной площади. Под Никольским воротом. И у Чесони Божьей Материевской. Ну, когда мне приходится где бывать, мне приходится или в паранже, или еще что-то делать. Ну, сплошь свидетельствовать. Сплошь. Слишком много. Ложь во благо. Можно ли ложь? Это был вопрос. Я помню. Вторая часть его отдали. Ну, вот, ладно. Бежит человек за жертвой. За девушку. Там прячется. А ты увидел, куда скатывался? Тот маньяк спрашивает. Куда спрятывался? Ты творишь его по ложному следу. Божишь ложь. Ну, спасаешь ведь? Так можно? Через ложь. Доброе дело делать. Другой пример. Война. Взяли. Принят. Допрашивают. Где расположить ваш войск? Ты говоришь неправду. И спасаешь. Хорошо? Вопрос такой. Можно ли говорить ложь? Во благо леса. Ложь бывает. Нет никогда нечего торговать совестью и врать себе. Ложь никогда не бывает во благо. Ну, а вот маньяк бежит и спрашивает. Надо говорить ложь. Ничего не надо говорить. Ничего не надо говорить. Вот он меня спрашивает. Я разговариваю сушку. Все. А он мне... А другую же тему. Пускай. Звезда идет по разу. Матгин и Местерман. Мне на пользу будет. Взяли на войне и вот дезинформацию мои родные. Глупый вопрос. Кто по серьезной разведке военных проводит, они одного никогда не слушают. Теперь проверяют. Поэтому ложь здесь не спасти никого. А общий вопрос такой. Можно бесконечно придумать искусственные, безжизненные фантастики, чтобы оправдать возможность быть ложью. Но я сказал, что у одного христианина, который слышал давным-давно молодой человек. Когда его спросили, а вот если на твоих глазах какой-то маньяк подойдет к твоей матери, он его перевернул и сказал, а я знаю правду, а не фантазирую. Моя мама молится, и я молюсь. И поэтому знаю, этого не будет никогда. Тот не унимался. А вот все-таки если, значит, мы того достойны и должны перенести это. Мне кажется, это правильный ответ. И лучше вообще говорить не о фантастике, а о реальности. Так лучше. А фантастику вышли долго-долго. Вопрос. Были в Израиле, в храме Гроба Господня. Хотели помолиться вместе с теми, кто молится, усиливая молитву по соглашению, но не смогли найти, как происходит эта молитва и где. Немножко информации предварительной. Вместе с нашим храмом, вот как мы молимся, я сказал, ежедневно, акастом, по тем иным нужным, в некоторых местах молятся с нами тоже. Это началось не искусственно. Люди приезжали даже, говорили об этом. Вот, например, из Италии нам прям письмо пришло. Священник русской православной церкви, приход русский в Италии, они узнали об этом, как мы молимся. Среди них очень многие тоже молиться стали. И у них есть возможность к Свету Николаю приезжать. Кто знает, может Свету Николаю в Италию, в Бари. А на самом деле есть еще часть его мощей на севере Италии, около Римени. И часть мощей осталась там, в Турции, поспудно в этом, в Анталии. Поэтому вот для них ближе северная часть Италии, но они бывают и в Южной. И он написал, что вот он в восторге в духовном о том, что совершает в нашей церкви. Что он в самом месте в нашей церкви тоже уже молится. Там не все просто, не буду подружиться говорить, но он видит плоды явные, батюшка, молодой священник. И там многие люди молятся с ними тоже. Мы каждый четверг уже там даже решили вместе собираться. Их собирается около ста человек. Вот в городе, в Италии, на севере, где он служит. И он говорит, у нас такое желание и людям же им помочь. Поэтому если кто пожелает, присылайте их имена к нам. Мы будем за них молиться тоже. Усиливая молитву в общую еще. И вот тут ума счастлива от Николая. Те, кто Николай годит молиться. И поэтому желающих стало очень много. Мы поставили бы известный день. И вот туда шлют. Но они, видите, я уже сказал, там как бы их несколько человек. У нас есть батюшка и молятся. Они бывают то в баре, то вот в Риме. Вот так вот, в четверг 8. Италия не такая большая страна. Доехать не так сложно. Вот. А в других местах по-другому. Я говорю пример. Например, такой. В Абхазии. Там скит, монастырь строят. Там отцы молятся. И включили все наши аккасты. Прямо в себе ежедневное молитвное богослужебное правило. И тоже поминают тех, имена которых мы туда отправляем. К нам присылают. Молиться вот так. Просим, чтобы на усиление послали туда-туда наши имена. Мы пересылаем. И на усиление имена. И пожертвования, чтобы присылать. Присылаем туда. Я, например, очень рад за то, что на горах Кавказа, а полуотшельнический монастырь, отшельнический фактически, очень строго говорит там устав. И вот монахи, братья молятся за всех нас с вами. И это вот очень радно при этом. А других устав по-другому. Вот если говорить вопрос такой, как совершать в Святой Земле, там на сегодняшний день нет общины. Там женщина один человек. Она там сейчас молится. Она при гробе Господнем, но там не связана со временем. Вот в Иерусалиме не связано со временем. Там когда у нее есть возможность, то она это еженедельно обязательно бывает. Или у гроба Господня, или ей по времени бывает, и, знаете, она в Назарете на месте явления Архангела Гавриила, Деве Марии, и совершает молитву, поминовение всех, кого именно мы посылаем. То есть везде по-разному, но только главное не это даже, а сам факт. Совершается молитва. И даже ведь не важно опять, кем мы, родные. Ведь в молитве действует опять, и самое главное, это Господь. Тело и сторона – это во-вторых, во-первых, Господь, что самое главное. Перед моим рождением у мамы был аборт, а затем выкидыш. Когда узнала, стало не по себе от того, что моя жизнь стоила двух смертей перед этим. Какие это может нести духовные последствия? Вопрос очень хороший, и жизненный, и правильный. Потому что случайно, мы сказали, что ничего не бывает. Всему есть причина и, к сожалению, следствие. Но мы оговорились. Да, это не обязательно в духовном мире. Это закон Божий, он действует в этой материи. В этом мире причина и следствия связи видна во всем. Вот, например, мы знаем, есть такое явление, как, например, наследственные болезни. Ну, есть, как аномалия. У меня есть дворярный брат, был, он покойный сейчас. Тетки, там, он сын моей родной тетки и ее мужа. Так вот, про ее мужа. У него такое имя интересное. Лева. Тоже покойный сейчас. У него была сила физическая, но не человечья. Фигура была, это на подиум выступать. А он не занимался спортом вообще. Мышцы были, как чугунные. Он мог сломать руками, как хочешь. Вот. Он ничем не занимался. Он ничего этого не делал. Наследственный дар. Его, и это в сыне был, но уже позатухающий. А его, например, дед, этого дяди, Лева, дед, в свое время женился чуть ли не 80 лет. Еще рожал при этом. Ну вот, очень хорошее качество, физическое здоровье, сила, передаваемый по наследству. То есть, это закон не только духовный, но и материальный. Причина, следствие, связь. Поэтому и в духовной жизни тоже. Это есть. Это бывает. Некий наследственный фактор. Назовем так это условно, или по-другому. Но только тогда, когда действует грех или добродетель. Ярко. Здесь нет ни того, ни другого. И если мама сделала аборт, это последствия греха на маме. И она, это свободная воля ее, это по ней будет бить, не по детям. И тем более, что мертворожденные, тут вообще греха никакого нет, не связано с этим. Поэтому вот так не бывает, чтобы дочь несла ответственность за грехи матери. Такого не бывает. Бывают грехи, которые могут быть, последствия в детях проявляться, в внуках. Но это другой порядок, это другие темы и по-другому. Сейчас не будут трогать. Вот в данном случае так не бывает, как написано. Можно ли мирянам иметь четкие, в частности, женщинам, как научиться своей молитве, как подготовиться к ней. Не можно, а нужно всем иметь непрестанную внутреннюю молитву. Или в разной форме, в частности, Иисусовой. Если для этого кому-то нужна песня, дорогая, как мы сегодня говорили, а кому-то четкие, пусть будет так. Разные варианты, что угодно. Но только как напоминание к непрестанной молитве. Это не можно, это нужно. Мы сейчас этого не видим. Но вот когда я приехал сюда в Болгород, был 1988 год. Тогдашних покойников хранили. Я столкнулся с фактом, которого не знал до того. Вот здесь хранили. Так что, во-первых, всех в белой одежде. И мужчин тоже. Всех только в белой. Символ крещения, что он крещен, частоты. Это шею специально белую рубашку, мужчины белые штаны такие, белые носки, белые такие следочки. Все. И руки к каждому клали четки. Сшитые в белой черточки листовку. Насколько важно это считалось. Даже в гроб, не говоря уже в жизни. Поэтому, да, это желательно, это нужно. Но только при этом с оговоркой. Почему иногда часто монахи, духовные старцы, духовники, настаивают не начинать носить четко, не молиться по ним без благословения. Это вот почему. Молиться нужно всегда всем. На это специально было состояние необязательно. Но многие начинают молиться, знаете, и впадают в стояние такие, мнения о себе. Вот, я молитвенник, а все остальные так себе. Начинается мнение. Вот. Или начинают называть молитвой не молитву. Например, так. Я сегодня почеткам Иисусу две тысячи раз совершил. А ты сколько? Две с половиной? Эх ты. Придется три делать. Три тысячи. Чтобы переплюнуть себе. Он ненормальный азарт. Вот в чем предостерегает. Чтобы была молитва, а не что-то другое. Поэтому у кого есть возможность, хорошо бы по благословению с тем, но только с тем, кто имеет опыт такой молитвы. любого священника. Если священник данный стремится к Иисусу Мартии, значит, его мы опыт и мы с вами слушаем. Если нет, он хороший, но не по этому вопросу. Вот это нужно помнить там с вами, да. Как научиться? Тут долгий вопрос, конечно, и очень сложный. Святые отцы своих творений хоть четко это пишут, читайте, будет знать. А кратко только опять скажу. Постоянство. Постоянство. Заставлять, понуждать себя. Это главное. Как объяснить, что Бог существует, если спрашивает неверующий, если просто прекратить разговор, он не хочет, и спрашивает, просит доказательств. Особенно, когда спросили, что бы было, если бы Адам и Еву не согрешили, были бы мы все или нет, или, или. о новых, то есть мы рассказали, вопросы любые, которые задают, фантастические, безжизненные, их бесконечное количество, на все ответы жизни не хватит. Лучше не заниматься ненужным трудом и не отвечать на безжизненные вопросы. Если до кобы, до борту брасли бобы, растут? Нет. Пойдем копать огород. Точка. А если кобы, не будем говорить. Поэтому, мои дорогие, вот такой момент. Как объяснить? Никак. Никак. В священном писании четко написано, сказано, кто не верит в Бога, ни хорошие, ни плохие, ни умные, ни глупые, а грешные. Мы уже сказали, стук Божий не слышит, не видит Бога, только слепые, глухие. Ты хочешь доказать слепому, какая красота в этом мире, или глухому хочешь доказать, что есть звуки, он не поймет, тебя. Вы говорите на разных языках. Это бесполезно. Надо не доказать. Надо показать. Надо показать. Покажи образом жизни радость, красоту, праведность жизни с Богом. И слова не понадобятся. Покажи. Не докажи, а покажи на своей жизни. Слова будут не нужны. А слова бесконечно много, может быть. И они ничего не дадут. Христос Спаситель, как говорил, она уже научилась. Сказал так. Так да просветится свет ваш предчеловеке. А дальше. Да видят ваши добрые дела. Слышите? Не умные слова, не научные слова, не логические слова, а добрые дела и православие отца вашего, который на небесах. Есть такое слово в Евангелии? Есть. Покажем добрые дела. Пусть язык отдохнет, молча побудет. А делами будем свидетельствовать. Почему священнослужители не носят обручальных колец? Это не обязательно. Но такая традиция в русской православной церкви есть. Через это самое подчеркивается, что таинство хератонии, рукоположения, священный сан внешне напоминает венчание. Там многие слова, обряды очень похожие. Таинство хератонии, рукоположения, священный сан это венчание на церкви. Церковь не храм, а церковь это народ Божий. Поэтому снимается кольцо священников в русской православной церкви. Свидетельствует, что теперь у него семья, у этого человека больше, чем жена и дети. Вся его паства это его семья. Он теперь всем отец должен заботиться о всех, так же, как заботится о родной жене и родных детях. Вот что это значит. В молитвах и в Библии говорится, что на все воле Божьей нигде так не говорится. Это неправда. Вот видите, как интересно. Я перебил сам себя. Вот видите, человек себе придумал сказку. Она в жизни проявляется. Почему? Потому что сказка нигде, ни в Библии, ни в Святых Отцов не скажет, что на все воле Божьей. Дальше. Вы в своих проповедях говорите, что помимо воли Божьей есть еще свободная воля человека. Как разобраться и поступать по воле Господа? Итак, чуть-чуть вернусь. Нигде ни в Библии и в Святых Отцов не скажут, что на все воле Божьей. Давайте вместе логически раздумайтесь. Вот сейчас пример были. Маньяк, издевательный человек, вы что, воле Божьей? В землетрясение, погибли невинные грудные дети, что воле Божьей? Война, убивают, насилуют, грабят, что воле Божьей, что ли? По-другому, может, не понимают, но воли Божьей это нет. Нет воли Божьей на то, чтобы человек умирал. Слова Христа, вот мы возьмем точно, Слава Христа, хочу, чтобы все жили, чтобы все живы были, а люди умирают. На смерть людей воли Божьей тоже нет. Дело вот в чем, мы уже сказали, Господь одержал человек свободной волей. Ее не ломает. Человек может действовать. Кроме Бога, человека, есть еще носители свободной воли в этом мире. Это ангелы. Среди них есть ангелы, которые в верности Богу пребывают. Их воля давно уже синхронна воле Божией. А есть падшие ангелы, бесы, противающие воле Божией. Вот они, их воля проявляется порой тоже. Они творят с нами некоторые штучки. Мы это искушение себя чувствуем. Вот эти три воли действуют. Божья, свободная человеческая воля, на добро и на зло, кстати, по-разному, и воля падших демонов, которые тащат нас в погибель. И вот, как здесь разобраться, что действует в человеке? Мне кажется, я хрустил слова Достоевского. Для меня всех они проще объясняют ситуацию. Он говорил так, сатана, его воля, борется с Богом, с волей Божьей. Поле битвы, сердце человека. Вот. А уже в наше время, в период старения человечества, наша воля очень ослаблена, мы сказали уже. Поэтому у нас, фактически, наша воля выражается в выборе по-божьему, по-бесовски. Кому мы отдаем место в свое сердце? Тот начинает царить и действовать. Вот так воля Божья в этом мире проявляется. А то, что Господь, был вопрос, вот как бы попускает или не мешает, что мы творим беспутство, это объяснимо понятно. Причина, потому что он любит нас. И хочет, чтобы мы были не рабами, не зомби, не предметами, а живыми существами, свободными во всех смыслах слова. И поэтому добровольно и сознательно, да, через опыт ошибок, но пришли к выбору добра. Для этого. Приходя на исповедь, бывает, попадаешь к разным батюшкам. Попадаешь. Мне эта фраза всегда очень нравилась. Муж мне попался, жена мне попался, дети мне попались. Так не бывает. Вот, родные, не обижайтесь. Ну, давайте, вот я не писатель, поэтому не пишу. Писатели, пишите правильно. На исповедь попадаешь, а вы не попадаете. Вас в судном приговорили попадать. Вы не попадаете, вы выбираете. У вас есть выбор, вам Бог свободу дал, выбирайте. Только на исповедь к батюшкам никто не ходит. К Христу идем. Это во-первых. Во-вторых, не попадайте. А если хотите присутствовать священника, путного, так выбирайте путного. Используйтесь там, где священник вызывает у вас доверие. Зачем? Ко всем, кому не попадет. И получаешь разный ответ на один и тот же вопрос. Один батюшка противоречит другому. Как это? Потому что они батюшки, люди. А вы где видели, что люди по одному вопросу одинаково говорили? Ну, включите телевизор, приемлем в Госдуме, вроде умные мужики в хулаки лезут друг к другу. Посмотрите только на одного любимчика нашего, товарища Жириновского. Ну, где там, откуда, в людях, когда был одиномыслие, мы золотые, ну, когда был одиномыслие, и батюшки противоречат. А причина, вот видите, какая, еще раз скажу, причина. Идут только по тексту. Потому что человек попадает, а не ищет. И потому что идет к разным батюшкам. Ходите на исповедь к Христу, и таких вариантов не будет. И это следствие, о чем мы говорили. Прекратить надо обожествлять священников. Священник не Бог. Священник по-русски звучит так, по Библии, священнослужитель, то есть слуга. Слуга. Вот, сегодня в Дом Божий пришли. Кто здесь хозяин? Господь. Вы, дети его, я слуга. У слуги какой ранг он чем должен заниматься-то? Вот вы идете, я, можно, Господь разрешит полу за вами подтереть. И рад буду этому. Достаточно. А сейчас пока слово при вашем буду подтирать, когда вы будете плакать через ваши вопросы. Ну, вот так вот. Вот мое служение. Первый заповедь. Я есть Господь Бога Твой. Да не будьте другие, кроме меня. Второй заповедь. Не сотвори себе кумира, не поклонись, не послужи. Кто ищет святости в попах, тот гоняется за тенью. Кто ищет правду от Бога, тот ее обретает. Это не потому, что священник хулю. Просто говорю, что мы священники, люди. И у нас все то, что в вас. У нас даже цвет крови тот, что у вас. Хотите проверить? За что Господь посылает такое заболевание, как болезнь Альгеймера, наверное. Альгеймера. Весь страдает не сам человек, а его близкие. А у болящего ничего не болит. Но и помолиться, и причаститься, сознать он не может. Для меня, я вопрос, все-таки этот сейчас не на него отвечу, а на другой, но в нем будет этот вопрос тоже включен. Почему страдают одни, и при этом страдают другие? Почему Бог пускает? А Бог ничего не пускает. Бог так не создал. На то боли Божьей нет. Если мы прочитаем, что в Библии, как люди жили до грехопадения, болезней не было никаких. И смерти не было. Болезнь смерти – следствие греха человечества. И если кто из нас внимателен, духовно наблюдает, изучает историю, то я вам скажу. В различной исторической эпохе количество болезней было различным. Например, чума в Европу пришла не случайно тогда, когда пришла первый раз в средние века. Или в античное время. Венеические заболевания привезли из Америки в Европу не случайно в то время, когда они привезли. Случайность не бывает. Можно дальше говорить. Я останавливаюсь на этом и без подробностей. Только скажу, что это не попущение Божие, а действие нашей свободы, нашего выбора. Но, когда вот так увеличивается такое количество больных, а сейчас так, именно эта эпоха, сейчас таких много больных, и детей, например, невинно страдающих, это бывает только тогда, когда уменьшается количество настоящих праведников святых. Зачем нужны всем нам святые праведники? Зачем? Пример. Христос про них говорит так, вы свет мира, вы соль земли. Зачем соль в блюде нужна? Она всему вкус дает. А без соль, а без соль что не положишь, что безвкусно? Трава. Что не положишь? Поэтому они нужны как соль всему дать вкус, свет, чтобы виден был путь. Пример. Пример, что можно жить по-человечию по-божьему, а не только по-скоте. Вот еще нужны праведники. И когда в этом мире уменьшается количество праведников, увеличивается количество тяжело больных, особенно среди детей. И от этого страдают и, конечно, те, кто рядом. Но давайте вопрос зададим. Что нормальный человек испытывает нормальный человек испытывает, глядя на страдающего ребенка больного? Чувство жалости, сострадания. Дальше вопрос. Чувство жалости, страдания. У каких животных есть? Не у каких. Это только у человека. Значит, эти больные что пробуждают в нас? Человеческие чувства. Они нас очеловечивают. Вот в этом промысл Божий. Причина это то, что мы не хотим жить свято и правильно сами в наших грехах. А действие Божьего, промысл Божьего в том, что они нас своим видом очеловечивают. Свои страдания пробуждают нас человеческие чувства. Поднимают нас. Они выполняют роль святых. Эти невинные страдающие. Хотим, чтобы было меньше вокруг нас страдающих, например, детей. Легко? Опять снова легко. Давай с тобой будем святыми. Давайте будем праведниками. Не хотим, но тогда претензии не к Богу, а к нам. Не хотим.